Спасибо огромное девочкам за две прекрасные темы, очень глубокие темы и жизненные темы. Дорогие, я себя не вижу, поэтому, пожалуйста, напишите мне, видно ли меня, слышно ли меня. Напишите, насколько было для вас ценно те две темы, которые сегодня прозвучали. Я очень рада, что есть люди, которые сейчас в чате, которые настойчивы настолько, потому что сегодня аж три спикера. Хочу спасибо и огромное благодарность сказать Виктории Крути за вот эту идею создания марафона. Все шесть дней очень-очень крутые темы. Темы про нас, про то, что внутри нас, каждый, где-то там в уголочках, затаённое. В начале марафона Виктория предложила нам завести дневник. Скажите, кто, напишите, кто вёл дневник, кто отслеживал и узнавал свои какие-то новые маски, что-то, возможно, открыли для себя вообще новое, то, что вы не подразумевали, что оно есть в вашей жизни. Есть ли такие случаи? Так, ну, у меня чат опаздывает, но я буду благодарна, если вы будете писать, потому что потом просмотрим это всё обязательно. Возможно, что-то кто-то новое открыл для себя, да? Зачем всё это мы делаем? Зачем мы всё это копаем? На самом деле ведь каждый человек хочет быть счастливым, правда? И от кого зависит это счастье? Только от нас самих. И если мы хотим быть счастливыми, то нам нужно, хотим мы этого или не хотим, но взять ответственность за своё счастье на себя. Сказать, что я хозяйка, да, или я хозяин своей жизни, и я готов идти вперёд, навстречу тому, что выбрала моя душа, что уготовлена мне судьбой. И эта позиция, она позволяет быть осознанным в каждом моменте того, что происходит в нашей жизни, в каждом человеке, который приходит в нашу жизнь. Эта позиция позволяет более осознанно относиться вообще к тому, что вообще происходит с каждой ситуацией, видеть в этом определённую цель, урок. И это позволяет выйти на другую ступень. Так, я не знаю, слышно ли меня и видно ли меня, потому что какие-то есть заминки в чате. Я попрошу оператора написать мне, пожалуйста, во внутренний чат, нормально ли всё у меня, потому что на экране я себя вижу с задержкой. Так. Спасибо. Ну, я также хочу отпромаутировать то, что в Одессе завтра запускается новый цикл курса исцеления женской судьбы. И завтра будет открытое занятие, 12 часов, Екатерининская, 77. Рада всех будем видеть. Я этот курс прошла у Виктории в мае, чему я бесконечно счастлива и рада. И даже несмотря на то, что, в принципе, я очень много лет уже занимаюсь вопросом саморазвития, исследования, анализа. И у меня вот это отношение, да, там каждый человек как какой-то учитель в моей жизни. Спасибо, у меня есть ещё учителя в моей жизни. Они научили этому, да. И в то же время этот курс, он позволил, знаете, вот как пазлы собрать воедино всё то, что было уже накоплено, пройдено, проработано, но всё равно какая-то вот чувствовалось, что чего-то не хватает, да, что есть ещё какая-то вещь непроработанная. И этот курс был определённым таким потрясающим инструментом в этом плане, да. То есть здесь, не знаю даже, сколько, где, как Виктория смогла это всё собрать воедино, потому что это была глубокая проработка рода и глубокая проработка своих внутренних вот этих вот детских травм, о которых вот очень многие наши тренера говорили. И я сегодня тоже коснусь этой темы, потому что это всё покоится там глубоко в детстве, а потом вылазит в нашей жизни взрослые на поверхность и мешает нам, в общем-то, по сути, быть счастливыми. И очень много было в группе проработок с каждой из девочек. Я очень благодарна всем участницам нашего курса, сопереживала, потому что все эти дни тоже участвовали, потому что многие из нас пошли дальше в курс трансформационных тренеров. И главное, я считаю, да, меня никто ничего не может научить. Если человек хочет, никто нас не может ничему научить. Прежде всего мы должны хотеть. Прежде всего мы должны хотеть. Потому что даже тот момент, что сейчас вот мы здесь, кто здесь сейчас на марафоне, да, и это сегодня пятница, вечер, мы пошли где-то потусить, посидеть в кафе с друзьями, а вот здесь слушать, это уже говорит о том, что у вас внутри появилось желание. И случайности в нашей жизни не случайны. Учитель приходит тогда в нашу жизнь, когда готов ученик. И если вы внутри чувствуете это желание, да, я готов, я готов обнулиться, сложить все свои Знания в сторонку, прийти и сказать, окей, я знаю, что я ничего не знаю. Я готов принимать. Вот тогда в вашу жизнь придет учитель, и та новая информация, которая начнет приходить, она начнет делать какие-то такие вещи у вас внутри, у вас начнут складываться пагмы. Вы будете, о, это где-то я слышала, это же я тоже знаю, это, а, так это оказывается, да, да, и это все начнет складываться и складываться. В любом случае все зависит от нас. Несмотря на то, что вот курс я прошла в мае, да, полгода меня это все еще держало, я еще дорабатывала некоторые свои моменты. Я очень благодарна тем людям, учителям, которые пришли в мою жизнь. Сейчас для меня это уже новая какая-то ступенька переосознания того, что происходит, и то, что было на этом курсе, и тех ценностей, которые я получила. Поэтому, друзья, все получается тогда, когда мы хотим. Ну, я уже буду приближаться к своей теме, да, ведь каждый человек хочет быть счастливым. И мы с вами живем в социуме, хотим мы этого или не хотим, мы ежедневно контактируем с людьми. Кто-то приходит в нашу жизнь и проходит мимо, кто-то приходит и остается надолго, кто-то приносит радость, кто-то приносит боль, кто-то годами нам что-то там закладывает в нас, да, и какие-то свои уроки, а какие-то люди появляются там буквально на недолгое время, но с этим человеком и память об этом человеке или память этой воли, которая связана с этим человеком, мы помним годами. И кто же все эти люди в нашей жизни, да, почему они в нашу жизнь приходят, можем ли мы как-то повлиять на эти события в своей жизни, почему, как правило, уроки, которые приходят с этими людьми, оказываются для нас такими болезненными, почему эти уроки оказываются каким-то ударом, как мы можем выйти из круга этой боли и как все эти моменты, да, отражаются на нас, на них, на нашем теле, на нашем здоровье. Я знаю точно, что когда душа приходит в мир, в этот мир, она приходит быть счастливой. В Библии говорится, Бог есть любовь. Бог — душа, дух, любовь — душа. Он, она, мужчина, женщина, инь, янь. В Ведах потрясающая, да, там история Шивы, Парвати. Очень много интерпретаций. То есть в каждом из нас с самого рождения уже есть частичка его и её, частичка Бога и частичка любви. Что же происходит? Почему человек всю жизнь, почему мы с вами всю жизнь находимся в поиске этой самой любви, в поиске этого самого Бога, да, и в итоге страдаем, разочаровываемся и теряем веру, теряем надежду. И ведь что такое на самом деле смерть? Смерть — это потеря веры и надежды, потеря веры и надежды в то, что есть любовь, что есть нечто, что-то божественное, которое ведёт нас по этой жизни, что у нас вообще по сути есть душа. И смерть может быть эмоциональная, а может быть физическая. Почему, оставаясь наедине с собой и как часто оставаясь наедине с собой, мы говорим, за что мне это? Почему у меня, например, вот я такая хорошая, у меня там, например, вот такие какие-то там мужчины приходят в мою жизнь, да, или вот дети вот как-то так вот, какие неблагодарные, да, или вот у меня там с родителями что-то не сложилось, или вот у меня там, не знаю, там, сетуем, в общем-то, на какие-то различные ситуации в своей жизни, либо убегаем, прячемся от ситуации, пытаемся отстраниться от неё, да, или мы пытаемся как-то сманипулировать, как-то прогибаемся, или в конце концов включаем напор, идём вперёд, пробиваем стены и нападаем. Но что в результате всего этого? Вот та боль, которую мы испытали с тем или иным человеком, ведь она в результате всего этого никуда не девается, она слоями откладывается внутри нас, где-то в глубину своей души, мы её туда где-то пакуем, упаковываем, припрессовываем, говоримся, да нет, это уже прожито, типа это же случилось уже очень давно, всё нормально у меня, всё нормально, мы одеваем маску, у нас всё нормально, мы улыбаемся, на самом деле она где-то там внутри червячком сидит, мешает нам быть счастливым здесь и сейчас. А ещё хуже то, что вся эта боль откладывается где-то там слоями в нашем теле, ещё через какое-то время появляется на поверхности в виде болезни, в виде диагноза. Я уже около 10 лет консультирую людей в области восстановления здоровья. И работая с телом, я видела очень много таких ситуаций, ты работаешь с телом, работаешь, и да, идёт, идёт результат, но потом как-то раз и назад, да. И в последние годы я вообще не знала просто могу ли я, имею ли я такое право, да, но начали приходить люди, с которыми уже давно работала, да, или начали приходить люди, кто есть доверием уже к тому, что я делаю. И мы начали поднимать вопрос вот именно с уровня психологии, да, вот с уровня вот этих вот травм внутренних. Я часто это делаю интуитивно. Благодаря Виктории её курсу стало больше ясности того, что происходит с тем или иным человеком, потому что я видела, как вот эта вот нехватка любви в жизни, да, или боль от разочарования, или боль от потери близкого человека, что-то невысказанное, невыговоренное, да, как оно всё вот там покоится и накатом, накатом, накатом создаётся, создаёт проблему. Ведь на самом деле, например, что такое кисты, да, вот у нас женский круг, киста — это спрятанная ревность. Что такое миома? Это спрятанные обиды. И это всё то, что годами накапливается и создаётся, не возникает вот так. Если мы хотим остановить этот процесс, да, и восстановить и своё состояние, и своё здоровье, потому что в любом случае от этого зависит наша уверенность от того, как мы себя чувствуем, энергичны ли мы, довольны ли мы с собой. Всё зависит от того, можем ли мы заглянуть внутрь себя, зайти в глубину своей боли, увидеть её, признать её. И только тогда начинается процесс раскрутки этого кома и восхождения, и исцеления, скажем так, да. И, конечно, возникает ещё такой вопрос, почему именно те люди, которые в нашем близком окружении, да, наши родители, наши дети, наши супруги, наши партнёры, именно те, кого мы пускаем в своё сердце, пускаем в свою душу, которым мы испытываем самые прекрасные эти чувства, да, очень часто становятся именно теми самыми людьми, от которых мы получаем уроки боли. И умеем ли мы видеть суть этих уроков и для чего они. Мне очень понравилось вот в этом году, когда мы тоже делали определённую раскопку, осенью уже, да, с Викторией, она дала такую мысль, да, что удар — это дар. У — чёточка — дар. То есть ударе скрыт дар. И если мы умеем увидеть этот вначале удар, принять его и распознать, какой в нём скрыт дар, тогда мы можем запустить в обратную сторону, да, и раскрутить этот ком. Пейте воду. Это поможет вам усваивать информацию, потому что информации сегодня очень много. Мне нравится одна притча. Ну, предыдущие девушки тоже там немножко её озвучили, я всё равно позволю себе её повторить. Скажу вам точно, знаю то, что когда мы приходим в этот мир, мы выбираем своих родителей. Я, не знаю, никогда, наверное, ну, это нельзя забыть. Момент того, как в мою жизнь пришёл отец моего ребёнка. Я ничего себе не подразумевала, да, это было на работе. В какой-то из дней я знала уже этого человека, да, он заходит в кабинет, там выписывает определенные бумаги, и у меня в голове такая, фух, это отец твоего ребёнка. У меня такой был шок и паника, потому что на тот момент я вообще находилась в отношении к человеку, которого я безумно любила, я просто жить не представляла без него, дышать не представляла. И тут такая мысль, это отец твоего ребёнка. Я знаю этот свой голос, потому что он у меня приходит периодически, и тогда я подняла бунт. Нет, нет. Я делала всё, чтобы этого не произошло, потому что я боялась потерять те отношения, которые у меня были. Но сейчас не об этом, да, уже много лет, я не только была в тех отношениях, 4 года, потом мы расстались, и вот сегодня уже очень много лет прошло с тех пор, и этой осенью я вдруг осознала, каким важным человеком и каким важным учителем в моей жизни был мой муж. Несмотря на то, что очень много боли с ним пришло в мою жизнь. И вот это осознание, ну, очень многие вещи в моей жизни помогло понять, переосознать, открыть. И я такую любовь бесконечно вдруг ощутила к этому человеку, удивительно просто, и другими глазами посмотрела, еще раз другими глазами посмотрела у своего ребенка, на тот момент, что она выбрала нас, и такую маму, и такого папу. И я очень благодарна тому, что сейчас мы совместно участвуем в ее жизни. И это все не случайно. Так вот о притче. Собрались как-то души на совещании перед воплощением на землю. И Бог спрашивает одну из них, зачем ты идешь на землю? Она говорит, я хочу научиться прощать. А Бог говорит, кого ты собираешься прощать? Посмотри, какие все души чистые, светлые, любящие. Они настолько тебя любят, что они ничего не могут сделать такого, за что их нужно прощать. Душа посмотрела на своих коллег. Да, они действительно, безусловно, ее любят, но она все равно говорит, ну, мне так хочется научиться прощать. Но тут другая душа подходит и говорит, не расстраивайся. Я так сильно тебя люблю, что я согласна пойти вместе с тобой на землю. я буду твоим мужем, я буду тебе изменять, пить, а ты будешь учиться не прощать. Ну, душа обрадовалась уже, да, взбодрилась. Тут подходит другая душа и говорит, я тоже тебя люблю, я тоже пойду с тобой на землю, я буду твоей мамой, я буду все время укорять тебя, вмешиваться в твою жизнь, а ты будешь учиться меня прощать. Тут подходит еще одна душа и говорит, а я буду тоже с тобой на землю, я буду твоей лучшей подругой, в один прекрасный момент я тебя придам, а ты будешь меня прощать. Ну, и вот так еще несколько душ выявили желание присоединиться к ней в ее воплощении на землю. И таким образом собралась группа душ, они придумали сценарий своей жизни для проживания опытом и воплотились. Но оказалось, что придя на землю, они забыли о своем договоре. Класс, что очень трудно его вспомнить. И большинство приняли эту жизнь всерьез и стали обижаться, гневаться друг на друга, забывая о том, что они же сами составили этот договор своей жизни, этот сценарий своей жизни. и забыли о том, о главном, что все они любят друг друга. На самом деле, на самом деле, некоторые, наверное, из нас догадываются о том, что многие события не случайны. Каждый человек появляется в нашей жизни именно тогда, когда действительно мы больше всего нуждаемся в его уроке и в том уроке, который он несет с собой. в моей жизни таких кармических встреч было много и благодаря вот, я, честно говоря, об этих вещах никогда не говорила вслух, я всегда в себе это держала, у меня есть такое, ну, я умею чувствовать, я умею чувствовать прошлое, мне как-то так бывают картинки, да, будущее, иногда, я, я сейчас не говорю, не заявляю о каких-то там способностях, но для меня это всегда было как-то так странно, я боялась этого, но когда я пошла к Виктории вот в курс исцеления женской судьбы и я была просто поражена, что оказывается, да, и я увидела другими глазами людей, которые приходили в мою жизнь, и то, что они принесли в мою жизнь, это ценность, которую они принесли в мою жизнь. Ну, в итоге, наверное, ценность вообще курса в том, что он помогает, обучает принимать себя такой, какая ты есть, потому что от этого очень многое зависит, когда мы в мире самим собой, в любви к себе, к своему внутреннему ребёнку, тогда мы можем это транслировать в окружающий мир. Потому что всё, что мы думаем сами о себе, то о нас думают другие люди. Если мы думаем, я дед достойно, я маленькая, я ещё не готова к чему-то, то все остальные люди тоже самое думают о нас. Если мы сейчас с вами задумаемся о своей жизни, задумаем, буду благодарна, если вы какие-то будете ставить плюсики, если что-то откликается, потому что чат стоит, я себя не вижу в реальном времени, я тут вижу себя с задержкой в минуту, может, даже больше, но надеюсь, что меня слышно и видно. Итак, если мы с вами задумаемся о своей жизни, вспомним тех особенных людей в ней, кто оставил или продолжает оставлять след нашей жизни, то мы увидим, что действительно эти люди не просто так, что они несут что-то с собой. Мы можем даже проследить цепочку, например, каких-то повторяющихся моментов, повторяющихся ситуаций в нашей жизни, например, на работе, в одном коллективе сложилась эта ситуация, в другой коллектив перешли работать, тоже сложилась эта ситуация, или в отношениях с одним мужчиной эта ситуация, потом она опять повторилась, почему это происходит. Увы, наш мозг ещё устроен таким образом, что мы зачастую запоминаем больше именно тех, кто причинил нам боль. И даже если этот человек принёс в нашу жизнь радость, а сейчас его нет рядом с нами, мы всё равно испытываем боль и предъявляем потенции к этому человеку. Сколько, например, кто проходил через этап развода, и сколько это было боли, и так далее, и так далее. Почему мы забываем о том, как мы начинали эти отношения с этим человеком, как мы были вдохновлены, как мы радовались, как мы ждали встречи. Нет, мы помним только плохое, и мы накручиваем себя, накручиваем и отравляем сами себе эту жизнь, свою жизнь. Я ещё раз оговорюсь, люди, которые причиняют нам эту боль, зачастую это именно самый близкий круг людей, тех людей, которых мы упускаем в своё сердце. И если мы посмотрим в глубину каждого этого человека, мы увидим, что на самом деле это наши учителя. И ту боль, которую мы ощутили в той или иной ситуации, тот удар, это есть некий дар. Сегодня мы будем с вами в этом сейчас разговаривать, разбирать все эти ситуации. Потому что все эти люди появились в нашей жизни только с одной целью, чтобы, пройдя урок, который они несут с собой, мы вынесли из этого удара определенный дар и стали еще на ступеньку счастливыми. Кто-то сейчас может спросить, почему всё так трудно, почему всё так сложно, почему обязательно то, чтобы быть счастливым, надо пройти через какую-то боль. Я когда про себя вспоминаю, тут мои первые отношения, первая влюбленность, и долго была в этих отношениях, мы дружили, это всё так красиво, перетекало, 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 я думала, что у всех людей, у всех мальчиков и девочек, мужчин и женщин, такие чувства, такие отношения. Кстати, когда я выросла, я потом начала читать в книжках про отношения, я читаю, думаю, боже, действительно это у меня было на первых отношениях, но я была молодой, юной, я не оценила тот дар, который мне был дан. Ну, либо оценила, сейчас расскажу. И, ну, такая была ситуация, что когда уже мы потом с ним расстались, через какое-то время ряд людей, близкого окружения мне сказали, что для них был шоком то, что мы расстались, потому что мы были каким-то определенным, чуть ли не образцом того, как должны взаимодействовать люди в паре. Для меня это было удивительно. Ну, вы знаете, я до сих пор помню тот момент, я ехала в трамвае, я ощущала какое-то такое мелькновенное состояние внутри, знаете, состояние, когда девочка начинает расцветать, как женщина, да, вот эти вот лепестки, и это такое, ну, ты реально расцветаешь, ты в таком глубоком процессе творчества, какого-то волшебства внутри себя, и вдруг мне мой голос говорит, а, я себе такая задавала, задала вопрос, неужели, неужели вот в моей жизни всё вот так раз, и первый вот человек, и такие чувства, и такие отношения, я такая счастливая, вот, у меня такой мой голос, рано ищу тебе, ты, дорогая, не знаешь, что такое, да, боль траты, боль разочарования, предательства, неразделённой любви, и так далее, и так далее, и для меня очень много лет, конечно, оставался вопрос того, этот голос был свыше, и он был послан моей душе, потому что моя душа заказала эту программу, либо я себе это нагнала своими сомнениями, потому что если мы сомневаемся в том, что мы достойны, то пространство и Бог никогда, да, ты сомневаешься, окей, давай проверим, но суть в том, что всё это пришло в мою жизнь, я через это всё прошла, вот, и я благодарю, наверное, только то, что я выбрала позицию ученика и каждого человека в своей жизни, вот уже потом, когда расстались с Богом, всех других людей в своей жизни, я рассматривала именно как неких учителей, от которых я что-то должна была взять. Кто-то вот говорил сегодня из выступающих, очень важно, когда в нашей жизни есть учитель, очень важно, учитель, заинтересованный в нашем развитии, не учитель, который, который, боль, а учитель, заинтересованный в нашем развитии, какая-то более старшая женщина. Я сейчас не говорю о том, чтобы заместить свою маму и перенести на какую-то другую женщину функции мамы, я сейчас говорю о какой-то мудрой женщине, как раньше в родах, старейшины, рода, которые передавали некие знания, потому что в моей жизни такой человек появился, я её нашла, она не собиралась вообще быть моим учителем, но я за ней, я за ней, куда она, туда и я, и я слушала, я всё это впитывала, я это всё пропускала через себя, да, и в том году в моей жизни появилась Виктория, и это, я знаю, точно не случайный человек в моей жизни, потому что вот благодаря этим людям, да, это как некие помощники, которые, каким бы ни был сильный человек, нам всегда очень нужен ещё кто-то, который поможет в какой-то момент жизни не упасть, не сбиться со своего пути, не сойти с рельсов поезды своей жизни, поэтому огромная благодарность моим учителям и тем, кто приносил радость и тем, кто приносил боль, и я вам хочу сказать, что даже те учителя мои, хорошие учителя мои, да, это все учителя хорошие, они всё равно в какой-то период времени ты проходишь через эту какую-то боль, ведь мы с вами на этот свет рождаемся, тоже проходя через боль, и это естественный процесс, процесс перехода на другую ступеньку, посмотрите, ребёнок, когда учится ходить, если ребёнок начнёт бояться, что он упадёт, вот он упал и разбил коленку, и всё, и он будет бояться, разве он будет расти дальше? Что вообще с ним дальше будет происходить? То есть боль — это, да, это некая неотъемлемая часть нашего духовного развития, вопрос того, как мы относимся к этой боли, зависаем ли мы в ней, либо мы в ней видим урок для себя, ценность для себя, умеем найти? Я вам хочу ещё сказать такую вещь, что когда мы чувствуем боль, это круто, это говорит о том, что мы живые внутри, мы не мёртвые, только мёртвый человек не чувствует боль. Ну, сегодня будем с вами, я постараюсь, вот в то время, которое осталось, да, разрулить то, как по-другому эту боль видеть, интерпретировать и так далее. Что я буду, что я хочу вам попросить, вас попросить сейчас сделать, когда я буду приводить некоторые примеры, да, искать что-то созвучное, что было в вашей жизни, и смотреть на это, как на кино, со стороны. Мы где-то будем погружаться в ощущения, да, и выходить и посмотреть на это со стороны, потому что, когда мы находимся в своей проблеме, у каждого есть проблемы, у каждого. Даже, каким бы этот человек ни был просветлённым и так далее, всё равно, потому что это жизнь. Жизнь каждый день приносит какие-то свои сюрпризы. И когда мы находимся внутри своей боли, мы видим только её одну сторону. Мы не видим, что здесь. Вот, а если с этой стороны посмотреть, да, а если с той стороны посмотреть? Поэтому, когда мы умеем выйти из этой ситуации и посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, а ещё если посмотреть со стороны, например, сверху, да, со стороны Божественного нашего предназначения, мы увидим, насколько это всё по-другому, и это позволяет проанализировать, принять решения на другом уровне. Итак, что ещё хочу сказать? Ну, уже очень многие спикеры опирались на то, что все наши травмы, которые в течение взрослой жизни, имеют своё первородное зерно глубоко в детстве. Замечательная книга, Лиз Бурбо, называется «Пять травм». Да, кому интересно, кто читал, поймут, вы можете тоже посмотреть её. То есть, мы приходим в свою жизнь, и каждый из нас получает эти травмы в той или иной степени. И зачастую мы, не зачастую, а мы их получаем от своих самых любимых первых учителей, мамы и мамы. И у этих людей, у этих душ, которые эту роль взяли на себя, очень огромная ответственность. Вот у меня сейчас дочка, да, и я понимаю, что как много я уже травм не сделала, а как без этого, да. И мной вот движет, почему вот я копаю себя, я иду в боль, я иду в страх, потому что я понимаю, что если я это отработаю, я смогу быть лучшим для неё, я надеюсь, каким-то примером того, как женщина может проживать свою жизнь. потому что всё, что мы говорим своим детям, это одно, но дети видят нас по поступкам нашим. Так вот, наши все детские, взрослые стратегии жизни базируются на вот этих детских травмах и являются следствием этих детских травм. Поэтому, когда мы умеем обнаружить это зерно, первое, очередное это зерно, тогда мы можем выйти из этой травмы. Очень часто ещё есть такая вещь, что нас в людях раздражает то, что больше всего не работает в нас самих или то, что есть слабым звеном в нас самих. И я предлагаю вам обратить на это внимание. Проанализируйте окружение, которое вокруг вас, и найдите тех людей, которые вас бесят, которые вас раздражают, которые, возможно, вызывают в вас какое-то чувство зависти глубокое, вот там, внутри, о котором вы можете только сами себе признаться. И проанализируйте, почему это происходит. Я такой пример приведу небольшой ещё. Был один период в моей жизни, когда я смотрела люди, люди, которые на сцене выступают, и у меня внутри такое чувство какой-то зависти было от них, что вот они там стоят, что-то вещают, говорят, и все на них смотрят, и они восхищаются. когда я заглянула в глубину вот этого своего чувства, откуда она у меня взялась, почему вдруг такая реакция. Я вспомнила себя в детстве, где-то, наверное, не знаю, пять мне было лет, возле нашего дома был клуб строителей, и там был какой-то концерт. Не знаю, каким образом, в общем-то, мама договорилась или что, хотела меня, наверное, проверить. Мама же всегда ищет, куда пристроить своих детей. Я должна была выйти, по-моему, на 8 марта рассказать стихотворение. Я такой, сейчас помню этот сарафанчик красный, красные туфлики, большой пласт на голове, я выхожу на эту сцену, маленькая такая куколка, включаются вот эти все софиты по сцене, цветные такие лампочки. Я стою такая, вау, как здесь классно. Вот это было мое первое чувство. Людей в зале было много, я их не видела. Я помню эти все огни, мои глаза, одна лампочка не горела. И вот это вот состояние восторга детского, да, ребёнка такого выбили, и он такой стоит, он понимает, что он весь такой красивый на сцене. Я начала рассказывать стихотворение, наполовину я забыла текст, но все очень мне бурно хлопали. Вот, я сошла со сцены, меня поздравили, хотя мама сказала, ну, что, ну, как бы, забыла, жаль. Вот это вот ощущение у меня осталось. И я потом поняла, что оказывается, мне вот той моей внутренней девочке этого не хватает. И что на самом деле я люблю сцену. Хотя у меня был большой, огромный страх, выгоденную сцену. Вот даже сегодня, когда я вот сейчас готовилась, у меня уже вчера вечером началось. потому что, ну, сейчас это уже немножко другое. Смогу ли я донести эту информацию, смогу ли я быть полезна кому-то, смогу ли я кого-то вдохновить на то, чтобы работать с собой и идти самое неприятное в боль. Потому что я точно знаю, что там есть огромный резерв, огромный ресурс. И когда раскручиваешь её, освобождается такая энергия. Для нас, для женщины, это очень важно. Потому что мы украшение этой жизни, мы цветы этой жизни, мы чувственность этой жизни. Вот сегодня первая наша спикер говорила, что мы приносим удовольствие, и через нас мужчина получает удовольствие, видит прекрасное в этой жизни через нас. И если мы внутри упакованы, запакованы, забетонированы, если мы боимся, ограничиваем себя, ну, мы себя ограничиваем, о каком может быть речи, чтобы рядом с нами какой-то человек хотел быть, и чтобы это были взаимно счастливые и красивые отношения. Всё начинается с нас. Хочу сказать то, что зачастую вот те люди, которые приходят в нашу жизнь, наши учителя, они являются нашими зеркалами, они отражают то, что больше всего в данный период жизни работает на самом деле. и когда мы умеем это увидеть, принять этого человека, пропустить через себя эту боль, да, отпустить с добром этого человека, мы тем самым излечиваем себя и вот те самые дыры внутри нас. и так, например, приходит в нашу жизнь человек, который сдержан в своём проявлении чувств, эмоций, но он весьма учтив, он аккуратен в одежде, в жестах, в поступках, он очень приятно имеет внешность, да, какая-то притягивающая просто, да, какой-то шарм необыкновенный. И вот мы уже где-то там невольно ощущаем, что нас начинает разжигаться огонь. И этот самый огонь нас побуждает на какие-то необдуманные действия. Мы вдруг теряем голову, мы не понимаем, что происходит, какая-то химия внутри, тут мысленно ты понимаешь, что так, подожди, куда ты спешишь, а здесь что-то вот-вот, и душа раскрывается на распашку, и вот тебе хочется что-то говорить, да, ты какие-то, возможно, делаешь невдуманные действия, порывы, но человек по-прежнему остаётся несколько отстранённым, как-то сдержанным, да, и тут то мы ощущаем какой-то поток любви вообще просто необыкновенный, то в то же время, видя его реакцию, холодность, да, его, нас наоборот пробуждается злость, агрессия, да, то у нас каждая клеточка зажигается вот в этом потоке, да, то наоборот мы вдруг осознаём, какими мы можем быть вообще кровожадными, и то у нас проявляется вот эта чувственность или наоборот просто вот хочется убить, да, вот эти вот качели вдруг начинают происходить, не знаю, кому-то если это знакомы такие эмоции, да, если у кого-то в жизни такие люди были, возможно, мужчины, напишите, пожалуйста, кому это близко, и мы думаем, за что, почему такая несправедливость, я такая открытая с этим человеком, я к нему со всем сердцем, с душой, а он сухарь бесчувственный, не видит, вообще, кого теряет своей жизнью, да, он и что-то такое, да, и на этом фоне какой-то комок в горле, что-то сдавливает просто вот здесь, внутри, какая-то боль, да, о которой хочется кричать, но нет, что-то перекрывает, и в некоторых случаях на этом фоне начинают возникать ангины, какой-то затяжной кашель, какие-то проявления, ну, какие-то другие проблемы с горлом начинают возникать. Знакомы ли кому-то такие ощущения на уровне физики тела? Если да, друзья, то ура, я хочу вас поздравить, потому что в вашу жизнь пришёл учитель, рядом с которым вы можете проработать свою детскую травму, которая называется травма несправедливости, которую мы получаем от родителя своего пола, то есть от мамы, если мы женщина, от папы, если нас из мужчин смотрит, в возрасте 4-6 лет. Если кто-то не помнит себя в таком возрасте, вспомните, возможно, какие-то события в 12 лет вашей жизни, 12-13 происходили. И эта травма блокирует нашу пятую чакру, наше горло, которое отвечает за свободу общения, за свободу проявления своих чувств. И мы чувствуем себя виноватыми, мы стараемся оправдаться за свои поступки, сто раз извиняемся и так далее, и так далее. И в результате нас откладывается чувствами быть больно. мы становимся холодными женщинами, мы сковываем себя, закрываемся от проявления своих эмоций, своей чувственности. это маска рикинг, холодная женщина. Или, например, другая ситуация. В вашу жизнь приходит человек, который весьма щепетилен в делах, он эмбициозен, он уверенный, он настойчивый, он умеет цели достигать их, да? он у вас вызывает восхищение, уважение, вы думаете, вау, вот он, вот он принц на белом коне, и наконец я могу позволить тебе быть женщиной, расслабиться там как-то, да? Довериться ему, и он обо мне позаботится. Но вдруг через какой-то момент мы начинаем понимать, что рядом с этим человеком мы сами начинаем превращаться не в что иное, как в его цель жизни. То есть мы просто являемся объектом достижения каких-то его целей и каких-то его самоутверждений, да? Что как будто такое чувство, что мы попали в сети паука и стали его жертвой. И сигнал, куда расслабляться, надо защищаться. Мы начинаем контролировать всё, что происходит. Мы начинаем, да, вот такое вот чувство. Если у кого-то были такие ощущения, поставьте плюсики, да? и внутри звучит голос, меня предали. Я с такой ничностью, я с такой лаской, а он меня ломает, забивает в угол. Я живу словно в клетке и ощущение внутри дыры. Начинается какая-то боль на этом фоне в кишечнике. Иногда это проявляется в гастриты, это проявляется в проблемы с вообще желудочно-кишечным трактом. Кому это знакомо, да, рядом с вами могу вас подравить, человек-учитель, рядом с которым вы можете отработать свою детскую травму предательством. Она получается в возрасте 24 года, мы ее получаем со стороны папы, если кто-то не может вспомнить этот период, вспомнить там свои 8 лет, 9 лет, и она блокирует третью нашу чакру. Третью нашу чакру это уровень солнечного сплетения, который отвечает за нашу статусность, наш социальный уровень в обществе, нашу карьеру. именно из-за нее у нас в жизни может присутствовать страх развода в отношениях. И иногда люди терпят отношения, в которых они деградируют, реально деградируют. Мы чувствуем себя жертвами обстоятельств. И мы говорим, это кто-то виноват в нашей проблеме. Мы переносим, видим виновника в окружении, в ситуациях вокруг. Мы стараемся быть контролерами того, что происходит в нашей жизни, забывая о том, что вообще-то женщина это гибкость, это лояльность. Мы забываем об этом и одеваем на себя функции мужчины, защитника, воина. То есть я должна быть в защите, свою внутреннюю девочку, я должна оберегать, потому что её могут задушить просто. Или, например, такой случай, я перечислю, потом мы поговорим о том, что делать. Когда в нашей жизни появляется человек, который очень внимательный, заботливый, он окружает нас теплом, любовью, мы наполняемся, мы растворяемся в этом чувстве, мы чувствуем себя богиней, он рассказывает нам о том, как всё будет замечательно, как всё будет прекрасно, и в то же время к конкретным действиям он не приходит. может годами кормить нас тем, что будет, 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 а по факту действий никаких. И вдруг мы начинаем понимать, что по сути это мы уже несем на себе ответственный запыт за эти даже отношения, и что в этих отношениях мы просто превратились в какую-то негазаботливую мамочку, и понимаем, что хочется свободы. И что этот человек настолько вошёл в поле нашей жизни, что мы будто попали в некую зависимость. А эти самые отношения, они уже как болты. И находиться трудно, не хочется выйти, да и выйти тоже непонятно как, потому что страшно, да, и страшно оставить этого человека. А в голове мысль, ой, я боюсь, а вдруг он оставит меня, да, а как же я буду жить без него. И даже ощущая болезнность всех этих отношений, у нас рождается страх, быть покинуты. Мы чувствуем какую-то нездоровую зависимость от этого человека. Ну, а если этот человек таки уходит в нашей жизни, зачастую это так и происходит, да, потому что мы теряем свое прекрасное состояние, и мужчина рядом с нами уже не получает нужной энергии, он уже уходит дальше искать. Другую женщину, от которой он сможет получить ту энергию, да, у нас внутри остается боль, обида. на физическом плане появляются болезни, связанные с гинекологией. Кого есть такие вопросы, да, кому это знакомо. Друзья, дорогие женщины, поздравляю, потому что в вашей жизни, если есть такой случай, это учитель, с которым вы можете проработать свою детскую травму, покинутый, который формируется родителями тоже противоположного пола в возрасте 1-3 года, либо это возраст 7 лет, где-то так, да, который блокирует нашу вторую чакру, отвечающую за позволение получать удовольствие в жизни. Именно из-за неё в нашей жизни появляется страх одиночества. И мы закрываемся в дальнейшем создания долгосрочных отношений. Мы меняем постоянно партнёров. Вот только что Дания Наташа рассказывала про эту травму шлюха. Да? И мы становимся зависимыми от секса. И вместо того, чтобы сохранять свою целостность, накапливать энергию и чувство своего внутреннего достоинства внутреннего и сознания того, что есть этот человек, который должен появиться и который появится в нашу жизнь, достойный уважения и хорошего отношения к себе, мы сливаем её в очередную какого-то мужчину, чтобы удалить страх одиночества, чтобы не чувствовать себя одинокий. У кого-то из нас, я сейчас рассказываю эти моменты, в принципе, все эти травмы у каждого из нас есть, просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Есть какая-то травма, которая основная, она идет по жизни. Обращайте внимание, потому что я сейчас рассказала вот эти три травмы своей жизни, у меня с ними очень яркие связаны истории, они очень для меня близкие и знакомые. И когда я осознала, кто эти были люди в моей жизни и смогла пройти урок, который они хотели мне донести, у меня такая благодарность вообще к тому, что эти люди в моей жизни были, и такая любовь, и радость, что они тоже меня выдержали, потому что на самом деле на самом деле ведь эти души были тогда запланированы, и мы друг с другом проходим урок. Не только они на меня влияют, или эти люди на вас влияют, но и вы на этих людей влияете, и вы им тоже несете определенный урок, и боли в том числе. Есть еще такие люди, которые отвергают нас, они появляются и убегают из нашей жизни, разбивают нам сердце, и мы в панике, непонимании того, что происходит, мы чувствуем, что внутри нас все умирает, в результате блокируется первая чакра, мы теряем чувство безопасности, мужчинам нельзя доверять. И на физическом уровне это могут быть проблемы с толстым кишечником, это могут быть запоры, это может быть геморрой. И вместо того, чтобы мудро идти навстречу ситуации и в глубину процесса, мы тоже убегаем от себя самой, от этой боли, проявляем некую трустость, это все блокируем, блокируем, и говорим в конце, все мужики козлы, все, доверять никому нельзя. Есть еще такие учителя, которые нас унижают, и взаимодействие с этими людьми похоже на какой-то мазокизм. Проявляется страх жизни, какая-то тотальная неуверенность, страх, может быть, страх быть свободным, мы попадаем в состояние зависимости, раболепия, да, и в результате этого блокируется четвертая, четвертая чакра, на уровне сердца появляются проблемы. И мы женщины вместо женщины цветка превращаемся в женщину колючку, да, или вот как сегодня первый спикер как раз она озвучивала эту тему, да, женщину рабыню вместо женщины богини. И поставьте, пожалуйста, мне какие-то плюсики, наверное, да, кто прочувствовал или увидел какие-то свои ситуации или каких-то людей в своей жизни вот в тех ситуациях, которые я сейчас проговорила, озвучила. Получилось ли у вас увидеть этих самых учителей? спасибо. Во всех этих ситуациях возникает вопрос. Какой вопрос возникает, да? Как проработать эти свои травмы? потому что если оставлять всё как есть, ситуация будет повторяться ещё и ещё, разворачиваться вновь и вновь. То есть если мы говорим нет-нет-нет, и мы убегаем, и мы прячемся, закрываем глаза от этой боли, мы отказываемся идти вперёд, мы прячемся, уходим, то потом придёт опять эта ситуация, мы отступим опять на эти же грабли, мы будем говорить, да что ж такое, почему это опять в моей жизни повторяется, ответ прост, потому что просто тогда, когда в первый раз это произошло, мы не прошли урок, мы их струсили, мы побоялись. И поэтому наша душа вновь и вновь страдает. Поэтому дорогие мои, хочу вам дать вдохновение идите вперёд, идите вперёд. Знаете, лучше не знаю, полгода, год, пусть три года посвятить себе, разобраться с собой, разгрести все вот эти завалы, проработать все вот эти травмы, не спешить идти в какие-то отношения, да, позволить себе, что окей, я готова проработать эту травму. Придёт учитель, вы его найдёте сто процентов, пойдите вперёд в эту боль. Но только это есть путь выхода, выхода на новый уровень, только так. Это путь силы, путь формирования силы духа. И это не зависит от того, мужчина мы или женщина, потому что наша душа, душа не имеет никакого, душа получает тело, и в соответствии со своим телом она принимает решение, вот ты получила женское тело, то есть моя душа приняла решение в женском воплощении пройти этот отрезок жизни. И я должна научиться принимать своё тело, стратегию своего тела и осознавать то, что на самом деле вообще-то у моей души есть определённое предназначение. Мы сюда в эту жизнь пришли не только для того, чтобы пить, кушать, на работу ходить и постоянно выяснять отношения с кем-то из окружения. Мы сюда, у нас у каждого есть некое предназначение. И о чём тоже курс интересен Виктории, потому что он позволяет вот эту всю шелуху ненужную снять, прочувствовать себя и осознать вообще, кто я, что я, зачем я, что есть ценное во мне, что я могу отдать в этот мир. И только пройдя через уроки, которые в нашу жизнь приходят, через эти удары, которые мы получаем от каждого такого учителя души, с которыми мы, по-видимому, когда-то с этими людьми наша душа заключила договорённость какую-то, мы в итоге получаем «да». И мы становимся мудрее. То есть это вырабатывается иммунитет к подобным ситуациям в дальнейшем. И когда такой человек уже приходит в вашу жизнь с подобной ситуацией, вы его сразу видите, вы уже сразу понимаете. И вы уже к этому человеку относитесь с благодарностью, с осознанностью. Это не про то, что вы его вычёркиваете. Понимаете? Если мы говорим о создании, например, счастливых отношений, я абсолютно адекватный человек, я понимаю, что мне 38 лет. То есть я уже сформированная взрослая личность с определёнными своими тараканами, и в мою жизнь придёт такой же человек, такой же мужчина с определённым своими жизнью путём, с определёнными своими уроками, болью, травмами и так далее. и так далее. Вопрос того, смогу ли я быть адекватной в наших отношениях, или я буду опять западать на все эти травмы, обижаться, обвинять, чувствовать, страдать, и вот это всё, вот эти все проходить. потому что если мы умеем смотреть на мир глазами Бога и видеть прекрасное в любой ситуации, ох, это очень круто, но это, конечно, большой путь, и, конечно, это так не происходит, но даже если уже в нас зарождается желание к этому постичь это, открыть это, позволить себе быть счастливой, то это уже начало пути к счастью и радости, к прекрасной жизни, когда мы говорим, что я создатель того, что происходит в моей жизни. Итак, механизм выхода из этой травмы я постараюсь сейчас вам дать, мы кое-что запишем, потому что я не делала слайды. Да, я вижу, у меня осталось пять минут, и я думаю, что мы вложимся. Так, механизм, который, я очень надеюсь, поможет вам проработать эти травмы, но он требует осознанности и того, чтобы абстрагироваться от своих ощущений, от изворотков ума, да, и посмотреть на эту ситуацию со стороны. первое, первое, что нужно сделать, можете записывать это, это принять боль, увидеть ее и распознать, распознать, что именно с вами происходит, идентифицировать, в какую из травм вы попали, какой опыт ваша душа проходит рядом с тем или иным человеком. и будьте уверены, что если ситуация эта пришла в вашу жизнь, значит, сто процентов у вас есть силы, чтобы ее пройти. Бог, Творец, но ничего не даст нам такого, чего бы мы не могли превозмочь. так как наша душа приходит в этот мир, в этот материальный мир для познания любви и радости, потому что что-то прекрасного нам в этот материальный мир? Он даёт возможность чувствовать запах, видеть красоту, даёт возможность тактильных ощущений. это самое крутое, что с нами в жизни вообще может происходить, это тактильность, прикосновение. Как часто мы прикасаемся к тем людям, которых мы любим, обнимаем своих детей, своих родителей, любимых, как часто мы говорим им комплименты, а хотим потом, да? То есть это дар этого мира материального и как мы умеем им пользоваться, этим даром. Поэтому если мы осознаём эту боль, то будьте уверены, что инструменты они всегда будут. Важно посмотреть своему врагу в глаза. Следующее. Пропустить эту боль через себя. Не пустить её в себя и забить куда-то в угол, замаскировать и так далее, потому что потом это всё будет проявляться на физическом плане. Вот мы сегодня с вами разбирали некоторые болезни, которые возникают с телом, не возникают ни вдруг, они возникают в течение какого-то времени, да? А именно пропустить эту боль через себя. То есть позволить себе прочувствовать все те эмоции, которые вызывают та или другая ситуация. Ведь очень часто бывает такой момент, когда, например, проблема с мамой или с папой, да? И ты понимаешь, что это же близкий человек, ну как это я буду? Я её люблю. А внутри там просто бушует ураган, невероятный ураган. И внутри идёт война с этим человеком. Никогда не будет нормальных каких-то отношений. Почему ещё два слова скажу нам важно? Какие у нас отношения с папой? Потому что отношения с отцом отражаются напрямую на наше финансовое состояние. И отец это определённая проекция мужчин в нашу жизнь. Отношения с мужчинами. А наши отношения с мамой, если они не проработаны, да, это в результате опыт влияет на нашу женскую судьбу, на принятие самих себя, своей женственности, своей чувственности, позволение себе быть женщинами. Сила женщины в её слабости. Я это удивительно, я только в том году это поняла, как это, быть слабой и оказывается в этом есть какая-то моя сила. Вообще, это было для меня такое потрясающее, уникальное открытие прошлого года. Итак, пропуская больше себя, задать себе вопрос, что я чувствую, почему это так резонирует во мне. Когда в прошлом моей жизни, в детстве ещё лучше я испытывала такую боль. И тем самым вы увидите первопричину своей травмы. Это поможет осознать кармический урок данной ситуации с конкретным человеком, учителем, который пришёл в вашей жизни. Следующий шаг это обнулить ситуацию. То есть сказать себе да, я узнаю тебя, моя дорогая травма, боль, удар, я тебя уже вижу, я не жертва, я понимаю, что вот сейчас моя душа попала вот на этот урок. И я люблю себя со всеми своими эмоциями и чувствами, вот той, какой я есть, которая у меня возникает по поводу всей этой ситуации. Давайте вот это наверное запишем, потому что времени уже немножко осталось. Давайте мы это запишем. Да, я узнаю у тебя моя травма, боль, удар, я люблю себя со всеми чувствами и эмоциями, которые у меня возникают по поводу этой ситуации. И я точно знаю, что буду готова и смогу спокойно на неё реагировать. Когда придёт время, нужное время. Даже если сейчас я не понимаю, как всё это мне решить и как всё это происходит, я осознаю, что моя душа и душа имя этого человека здесь и сейчас в момент в этом моменте жизни учителя друг для друга и мы исцеляем друг друга. очень здорово в этом плане использовать анкету радикального прощения. Она есть в интернете, так и называется анкета радикального прощения. Следующий шаг это отпустить и благословить ситуацию. И запишем это. я осознаю урок своей души. Благодарю душу имя этого человека за то, что он был учителем для меня и помог мне пройти через эту боль. Я принимаю этот удар, в котором я чувствую и вот здесь дайте себе волю, опишите всё, что вы чувствуете. Я в этом году наконец-то проработала свою травму, самую первую, это травма холодная женщина. И я даже никогда не думала, что я могу быть такой мстительной и кровожадной, такой фурией просто. То, что я заглянула внутрь себя, мне стало страшно, но я понимала, что это я, на самом деле это я, это другая часть меня. И почему я всё время стыдилась этих проявлений в себе, поковывала куда-то в глубину, забивала в глубину себя. Ведь это же всё комплектует потом обиды, которые проявляются уже потом в теле женщины. Не только уже тут блокировка идёт, уже везде дальше проблемы. И я очень рада, потому что вот этот курс, который я прочла, эта информация, которую я получила, эти знания, которые я получила, даже при всём при этом я подвисла. Спасибо, рядом со мной были учителя, была Виктория, которая помогла в эту ситуацию тоже, посмотреть на неё, выйти, посмотреть на неё со стороны. и проработать всё это. Поэтому позвольте себе, пропишите всё, что вы чувствуете. То есть пропишите, перечислите все негативные свои яркие ощущения. И дальше «Благодарю тебя, душа, имя этого человека, за то, что научил мою душу дару, какому дару, какую ценность вы можете из этого взять?» Я лично понимаю, что для меня опыт с этим человеком был в том, что я увидела то, какой я могу быть чувственной, действительно чувственной, потому что в моём окружении очень много мужчин, но я не чувствовала с ними вот этого внутреннего какого-то процесса, что меня тянуло. Я просто ко всем хорошо относилась, ко всем с любовью такой сестринской, но у меня внутри ничего не пробуждалось. Я, честно говоря, уже думала, что это внутри меня умерло, и мне было страшно. Я с надеждой, что я найду какой-то инструмент и так далее, и так далее. И когда пришла в курс, я обнаружила эту свою травму, и я думаю, «Боже, ну пошли же мне человека, с которым я смогу как-то её проработать». Вот так произошло. Пришёл человек с такой же травмой. Чудным образом проработали. Надеюсь, взаимно проработали. Так, то есть перечислить те качества и силы, которые вы берёте для себя из данной ситуации. Точка. «И я закрываю этот урок своей души во благо. Я посылаю любовь и благодарность миру, и даже если я не совсем понимаю, как и почему это происходит со мной, я готова принять, что ситуация разворачивается согласно Божьему замыслю и порядку. И всё происходит не со мной, но для меня и моей души самым наилучшим образом». Это я знаю очень точно. И вы можете попросить поддержки у своих ангелов-хранителей, вы можете попросить поддержки у своего рода, чтобы они помогли вам найти силу преодолеть это препятствие, преодолеть эту боль, силу и веру в то, что впереди вас ждёт прекрасное. И знаете, наверное, очень важно, вот когда человек приходит к Богу, когда какие-то проблемы, мы начинаем просить «помоги, защити» и так далее, и так далее. А приходим ли мы, например, к Богу с просьбой о том, что «Господи, пошли мне наставником», человека, который будет заинтересован моим счастьем, моём развитии, другом, родственную душу, который сможет быть для меня проводником на новый уровень? спросим ли мы об этом? Вот для меня прошлый год, это, знаете, 2017 год, если мы сложим, получается один, это будет Феникс. Я уже заканчиваю. Кто такой огненный петух, да, Феникс? Это некий персонаж сказки, да, сгораем, возрождается из пепла вновь. И я думаю, у многих людей в моём окружении прошлый год был каким-то особенным. Проанализируйте свой прошлый год. Он ещё идёт, то есть он наступит в феврале, да, вот сейчас будет, например, полнолуние, да, потом начнётся побывающая луна. Позвольте себе, чтобы всё, от чего вы хотите избавиться, сгорело как можно быстрее. Все те люди, которые отягощают, сковывают вас, пусть они уйдут свободно из вашей жизни и будьте готовы их отпустить. Вот прошлый год для меня начался именно этим. Из моей жизни ушли ряд людей, с которыми я очень долгое время шла руку об руку, да, и для меня это было вначале, я такая, Боже, почему предательство, почему я опять западаю на эту ситуацию, почему эти грабли опять в моей жизни. Там всегда стоп, Ира, стоп, отпусти, отпусти, давайте запустим другую программу. и я попросила тогда, помню, я так это помню, я говорю, Господи, пожалуйста, окей, всё, я закончила эту программу, я принимаю, что да, такие люди в моей жизни могут быть, у меня нет к ним боли, у меня нет к ним обид, я принимаю их выбор, они не обязаны, они ничего не должны, они не обязаны идти со мной по жизни, да, я уважаю их выбор, пошли мне в мою жизнь единомышленников, родственную душу, людей, с которыми я буду в унисон, как на одной волне, чтобы мы вот уже без всех этих проработок, копаний и так далее вперёд к радости и песня, и потом говорим, ну если ты чувствуешь, что мне что-то надо ещё доработать там, или что-то мне нужно, чтобы я смогла лучше раскрыться и быть готовой к тому прекрасному, что ты мне приготовил, помоги мне в этом поиске, дай мне помощника, учителя помощника. Вы знаете, вот когда этот посыл родился в моей голове, я буквально, наверное, недели или две, а я знакомлюсь с мужчиной из Нью-Йорка, вот не знаю, там, будут они смотреть или не смотреть это видео, я этим писала, говорила, не знаю, да, женщина, девушка из Москвы, из Киева, и вот так вот, я была в шоке, потому что я этих людей не знаю, но они ко мне с каким-то открытым посылом любви, мы вышли в скайп, для меня это было вообще удивительно, и мы общались, мы три часа общались на одной волне, я была поражена, и эти люди мне дали такое вдохновение, потому что, ну, они были реально на одной такой же волне, они чуть-чуть были выше уже, чем я, то есть они уже прошли эти моменты, они мне дали поддержку, и буквально вот через месяц я познакомилась с Викторией, случайно, не случайно, да, и другая моя подруга, я узнала, что будет курс, и тут я встречаюсь в одной курсе, и он говорит, ты, Ракиди, это круто, это классная программа, если ты готова проработать себя, ты очень многоценно для себя туда вынесешь, и вот в мае я пошла, я сначала попала на курс обрывания прошлых сексуальных связей, причем в них я обрывала свои отношения с папой, которого уже нет четыре года, и оказалось, ну, я знаю, что это человек огромное место в моей душе, и эта связь еще была, эта боль еще была, и потом я пошла в курс осветления женской судьбы, и вот это все так закрутилось, завертелось, и жизнь просто вышла на другой уровень, я всем хочу пожелать, используйте каждый шанс, каждую возможность, каждого человека, который несет для вас ценность, используйте качественно, используйте эффективно, используйте это с благодарностью, потому что Господь всегда дает нам поддержку, Он не только дает нам уроки воли, Он дает нам поддержку, вопрос, умеем ли мы это видеть, умеем ли мы это ценить, умеем ли мы это принимать, принимать и позволять, мы же все время, о, нет, не сейчас, у меня там денег нет, у меня еще нет, у меня надо туфли купить, сапоги надо купить, я не знаю, заплатить и так далее, и так далее, за себя забываем, забываем о самом ценном, о своей душе, можно на гречке посидеть, понимаете, подумать о себе, если что-то в нашей жизни, вашей жизни, нашей жизни нас не устраивает, то нужно двинуться туда и, значит, получить урок, нас в школе не учили, как быть счастливыми, нас никто не учит этого, нас учат, как работать, как быть хорошим сотрудником, но мы же приходим в эту жизнь для этого, не просто тупо кушать, ходить в туалет, ходить на работу, в транспорте, дом работать, мы приходим сюда, чтобы быть счастливыми. В каждом из нас есть Бог и Любовь. Я хочу вам искренне пожелать использовать все возможности, что приходят в вашу жизнь и возьмите эту потрясающую энергию наступающего 2018 года, года золотой собачки. Она очень дружественная, она добрая, она преданная. Я просто чувствую это. Возьмите эту энергию и направьте её для себя, для своей души, на то, что я хочу, я готова, я достойна быть счастливой, быть любимой, жить в радости, быть гибкой, уметь видеть ситуацию не со стороны своего эгоизма и боли, а оттуда, ещё лучше оттуда. И потому что вот мы сейчас с вами закладываем программы в ближайших 8-9 лет, кто не знает. Хотя вот я когда смотрела источники, то говорят, что даже в ближайшие 18 лет мы закладываем программу. и всем нам попутного ветра, всем нам, ну, что хочется пожелать? Радости в пути, счастья в пути. Ждём, кто в Одессе завтра на открытый урок. Вы сможете ближе познакомиться с курсом. Ну, я заканчиваю с выступлением и желаю всем нам быть счастливыми, прекрасными. Ну, всё. До новых встреч. Серёжа, наверное, сейчас поставит мои ссылки, да, где меня можно найти в Facebook, добавится ко мне друзьям. И у меня есть ещё ссылка на мою группу. Можно ещё ссылку на мою группу загрузить в чат. Всего доброго. Да? Пожалуйста, оператор, мне напишите. Я закрываю, да, уже? Потому что я так сегодня первый раз делаю. Пока-пока.